Уличный фестиваль район в формате блок-пати провели в Киеве. Это популярный в Европе однодневный уличный праздник. Для него перекрывают один квартал. Сегодня в столице перекрыли одну из центральных улиц, Рейтерскую. Кто участвовал в фестивале и что приготовили для гостей, расскажет Тамара Каноненко. Дизайнер Тамрико на фестивале презентует новинки из своей осенне-зимней коллекции. Говорит, экватор осени – время утепляться. И призывает сделать это по всем экологическим стандартам. Мы в этом году начали использовать искусственный мех. Я вообще против меха и кожи, честно вам скажу. И это, скажем так, наша флагманская модель, исполненная уже с искусственным мехом. Елена тоже сделала выбор в пользу экологичности, но в сфере питания. Последние четыре года девушка придерживается правильного питания и ест только такие полезные десерты. Их и привезла на фестиваль. Можно попробовать сладости диетические без сахара. Они отличаются от тех магазинных, потому что там нет никаких консервантов и лишних веществ. Не вызывают аллергии, привыкания на основе кироба и какао-масла. Различные одежды, аксессуары, сувениры, еда от украинских производителей. Кроме этого, на фестивале можно поиграть в настольные игры и послушать живую музыку. Гостям такой праздник пришелся по душе. На Рейдерской 8 работает муж, и мы знали, что будет фестиваль. Но мы не знали о таких масштабах. Мы думали, только будет мастер-класс по керамике и по мозаике. А оказалось, что такое чудо – это здорово. Хорошо, если вот такое делать каждый выходной. Эта улица, вы знаете, это просто сокровищница Киева. И, конечно, мы с удовольствием отмечаем этот праздник. И собрались всей семьей посетить все интересные объекты, которые здесь. Блок-пати в центре столицы проводят уже второй раз. Это благотворительное мероприятие. Часть собранных средств потратят на обустройство местного сквера. Субтитры создавал DimaTorzok